Все, есть, и теперь мы с вами можем вытащить, ну, хотя бы так, вытащить дифференциал. Друзья, всем привет, с вами канал Тупер Си, сегодня у нас на обзоре будет Тим Дюранга Декс-8Т. Друзья, хочу сравнить эту трагу с Армой Кратен, конечно, было бы правильнее сравнивать Арму Кратен с этой трагой, но получилось так, что Арма у нас была первая, а Дюранга уже после Армы, поэтому буду перебирать сейчас Дюрангу и параллельно рассказывать вам о тех, какие детали здесь у них схожи, а какие у них различаются. Первое, что хочу отметить Дюранге, это ее корочку, она мне очень понравилась, особенно морда, посмотрите, какая агрессивная, красивая морда у Дюранги, у корки, у ее, напоминает она мне чем-то Аудюхи, машины от Ауди, да, вот джип их, Q5, Q7, не знаю, у меня вот сразу морда ассоциируется с ними, очень красивая морда у корочки, и сама корка такая вся эргономичная, красивая, мне она очень понравилась. Шаська, друзья, очень-очень похожа на Арму, ну или давайте я правильнее буду говорить, что Арма очень сильно похожа на Дюрангу, потому что Дюранга это у нас ее профессиональная шаська, она дорогая, она китовая, а Арма это бюджетненькая и слизана она полностью вся у нас с Дюрангой. По электронике, значит, у Дюранги я сделаю об этом отдельное видео, потому что мотор здесь у нас не в очень хорошем состоянии, у него очень сильно люфтят подшипники, электронику я всю с нее сейчас сниму и про нее уже запилим отдельный видосик. Первое отличие, которое бросается в глаза, это центр дифф у Армы, центр дифф у нас был с металлическим спором, и он был обычный у Дюранги, посмотрите, какая удлиненная чашка стоит, она идет на передний привод у нас, и также, друзья мои, отличается моторама. У Дюранги какая-то, ну прям так и просится у меня на язык слово хитровыбанная моторама, на мотораме, друзья мои, написано слово патент, скорее всего, парни из компании Дюранги запатентовали эту мотораму, но я пока что не понял еще, как она вообще разбирается, как она тут настраивается, нужно открутить какие-то винты, которых тут хреново гора на этой деке у нас снизу, я думал вначале, что вот этими четырьмя винтами она настраивается, оказывается нет, открутил еще три винта, все равно не двигается, может быть там просто что-то уже грязью забилось, в общем, друзья, в дальнейшем, когда все это я здесь отмою, разберусь, расскажу вам, как здесь настраивается моторама. Сам мотор у нас здесь не перекручен получается, и мотор мы с вами двигать не можем, как я понял, мы должны двигать как-то центральный сам дифференциал. В армии кратно было все немножко по-другому, в армии кратно наша моторама очень сильно была похожа на мотораму от Тигра, и там мы с вами двигаем мотор. Вот первое отличие, которое сразу всплыло. Также, друзья мои, второе отличие могу сказать, что у Дюранги стоят у нас по всей модели абсолютно везде CVD-шные привода, они, да, они тоньше, чем у армии кратно, у армии кратно привода толстые, но у армии кратно повсюду стоят косточки, только спереди там были CVD-шки. Здесь по всей модели стоят CVD-привода, и центральные привода сделаны в виде таких вот карданчиков. О, посмотрите, там карданчик такой. Это вот задний привод, передний привод там точно такой же. Друзья мои, остановил видео специально для того, чтобы показать вам, что случилось с моим ключиком, и из чего здесь сделаны винты, я не понимаю. Посмотрите на мой шестигранник. Он в спираль скрутился. Я пытался открутить вот этот винт, друзья. Взял вот этот вот плоскогубцы, стал его крутить, и у меня просто сворачивается шестигранник. Он закручивается в спираль. Сам шестигранник в винтике не срывается, а мой ключик потихонечку начинает скручиваться. Обалдеть! Я первый раз вижу настолько крепкий шестигранник, друзья. Стопудово там все посажено на фиксатор, это понятное дело, но обычно... Обычно просто срывает нафиг винтик, а тут мой ключик... О! Пошел! Отлично! То ли ключу моему кирдык наступает, то ли реально винты в дюранге, ну просто бомба! Так, у нас что, у нас отвалился... Ага, мотор отвалился. Прикольно. Значит, вот так у нас выглядит крепление мотора. Крепится он на трех винтиках у нас снизу. И как я уже говорил, мотор у нас не двигается. У нас двигается здесь как-то сама центральная вот эта вся стойка, супер-мега запатентованная. Передняя распорочка не была прикручена. Я вот так взял модель, и она просто отвалилась. Кстати, распорочки здесь абсолютно одинаковые. В армии кратно точно такие же распорки стоят. Талее сразу вижу, что бокс под аккумулятор здесь точно такой же, как и в армии. Ну, точнее, в армии. Такой же бокс, как и в дюранге. Стойка под серву в армии точно такая же, как в дюранге. И крепление регулятора точно такое же. Рулевая вижу тоже, что одинаковая. Также, друзья, мы сразу скажем вам, что стойка с полера заднего, она тоже одинаковая. В армии кратно точно такая же. Сейчас я хочу открутить заднюю часть модели. Это делается очень просто. Откручивается 4 винтика, и она снимается. Что я вижу в задней части? Значит, в первую очередь, одинаковые абсолютно у армии и дюранге это рычаги. Одинаковый редуктор. И передний редуктор будет точно такой же, потому что они здесь взаимозаменяемы. То есть передний и задний редуктор одинаковые. Отличаются крепления рычагов. У дюранга здесь все настраивается. Держатели рычагов здесь алюминиевые. Они толстые, мощные. В них вставляются такие пластиковые вставочки. И этими вставочками мы с вами регулируем положение наших рычагов. Задних и спереди, соответственно, у дюранги тоже самое. Отличается задняя бабочка. Отличается она креплением стоек под кузов. У армы кратен это крепление, во-первых, короче. Во-вторых, оно расположено выше на бабочке. У дюранги, видимо, оно длинненькое. И расположено оно чуть ниже. Бабочка выполнена здесь из хорошего алюминия. 5 мм толщиной. Алюминий анодированный, хорошего качества. Видно это и ощущается сразу. На арму кратен такую бабочку можно поставить, но придется колхозить что-то с креплением кузова. Со стойками. Одинаковые задние кулаки. Но в дюранге есть вот такая вот прикольная штука. На самом деле, друзья мои, взяв в руки дюрангу, я впервые узнал и открыл на себя, зачем же на задних кулаках у нас здесь есть отверстия и что на них крепится. Значит, на них крепится вот такая вот фигнюшка. Эта штучка очищает наших диск внутри от грязи. Друзья мои, обязательно протестирую вот эту штуку. Как она работает, как она будет очищать нам колесо. И потом уже расскажу вам, вообще нужна она здесь или нет. Давайте разберем полностью весь редуктор, снимем рычаги. Также я, друзья мои, сразу вижу, что на дюранге стоят чашки облегченные. На армикратен стояли обычные чашки, точно такие же. В принципе, чашки здесь тоже хорошие. Износа на чашках нету. Ну и на армикратен у нас тоже не было износа на чашках. Верхние тяги, друзья мои, здесь одинаковые. Наконечники одинаковые. Единственное, что отличается, это сама толщина вот этой железной части. То есть железная тяга в дюранге гораздо массивнее, чем в арме. И в дюранге еще у нас установлена вот такая защита амортизаторов. То есть, чтобы наши амортизаторы не летели. Никакие камушки, никакая грязь. Плюсом отмечу, как и в арме, что здесь очень удобно настраивать зазор. Если вдруг его нужно будет настраивать, потому что у нас редуктор снизу весь открыт. И мы с вами полностью видим нашу всю главную пару. Друзья мои, также немного отличают у нас вот эти вот штучки. Они у нас регулируют положение нашей распорочки задней. Здесь она выставлена чисто по центру. У армы Кратен эти фигнюшки были разной толщины. То есть, одна была толстенькая, другая была потолще. И, соответственно, наша распорка была смещена. Сразу же скажу, что отверстия под центральный наш дифференциал на арме Кратен и на дюранге абсолютно разные. По всем другим отверстиям, возможно, деки одинаковые, но давайте уже в конце я сделаю точный итог и вывод. Вот, как я и говорил, наш держатель рычагов алюминиевый, полностью массивный, толстенький. И у него вставляются вот такие вот проставочки пластиковые, которыми мы регулируем с вами положение рычагов. Такие проставочки встречаются почти что во всех профессиональных шаськах хороших, китовых, поэтому ничего удивительного здесь, в принципе, нету. Ось, на которой держится на швичах, здесь точно такая же, как и в арме. Ну, точнее, в арме она такая же, как и в дюранге, да. Отличаются также немного крепления амортизаторов сверху. На дюранге они выполнены более качественно, скажем так, но это всё за счёт того, что бабочка у нас здесь фрезерованная. Туда у нас это крепление вставляется, не двигается. И на самих амортизаторах у нас внутри стоят такие пластиковые втулочки, которые у нас одеваются на шарик. Вот здесь есть шарик на крепёжке у нас. Объёмы амортизаторов будут одинаковые, потому что у них стоит такой же 16-мм поршень. В дюранге я заметил такой момент, вот этот нижний держатель пружины, он какой-то здесь, ну, что ли, непродуманный. Пружина с него слетает. Вот сейчас, оп, и всё. Видим, да? То есть, снизу вот это ребро, у нас оно очень маленькое, и пружина оно не держит. То есть, пружина часто отваливается вообще у нас. Не знаю, зачем здесь это сделано, друзья. В арме такого не было. Ещё отличие по приводам. Значит, на дюранге у нас установлены, как я уже говорил, ЦВД-шные привода. Стоят обычные чашки под обычные хексы. На арме кратену у нас стояли удлинённые чашки, и там были удлинённые хексы. Подшипники в кулаках здесь одинаковые. Ну и сами привода, посмотрите. Они вот в этом месте у дюранги тоненькие. К центру они толстые, и к концу они опять тоненькие. Возможно, это сделано для облегчения веса, потому что в китовых моделях очень часто любят облегчать вес, делать облегчённые чашки, ставить облегчённые привода, снижать вес по граммам буквально на моделях. Износа на приводах здесь нету вообще. То есть привода как новые. И написана длина привода, 142 мм у нас привод получается. Вскрываем наш редуктор. Значит, здесь на редукторе у нас написано дюранга, на арме у нас было написано арма. Это, наверное, все отличия, которые есть в этих двух редукторах. Открываем его, видим дифференциал. А, кстати, давайте проверим сразу. Ну, немножко совсем он болтается туда-сюда. Можно, наверное, одну тоненькую шайбочку от осушки подложить. Большая шестерёнка у нас точно такая же. То есть зубчики такие же. Они и не косозубые, и не прямозубые. Немножко совсем эти зубчики здесь скошены. Дифференциал такой же, как и в арме. Друзья мои, всё это я буду отмывать. Вытащу ещё привод здесь. Давайте перейдём теперь к передней части модели. Посмотрим, какие отличия у нас есть в передней части. Но, друзья мои, сразу я вижу, что рычаги нижние, рычаги верхние, поворотные кулаки, передний бампер, редуктор, передняя бабочка. Единственное, чем отличается здесь бабочка, это тем, что в этой бабочке есть места под втулки, которыми мы с вами настраиваем положение верхних рычагов. В дюранге всё регулируется, в армии у нас практически ничего не регулируется на рычагах. Вот. И также ещё немного отличается верхняя шаровая. То есть, видим, на дюранге у нас есть такое место, под ключик, где мы с вами сразу можем на покатушке настраивать наш завал и развал колёс. На армии такого нету, на армии приходится снимать колесо и отсюда вот закручивать или выкручивать нашу шаровую. Также на армии, как мы помним, у нас был красный алюминий, такой красно-розовый. Здесь у нас такой вот прикольный, анодированный, с рисуночком алюминий идёт. Итак, друзья, отличия в передней части тоже минимальные у нас. У нас рулевая точно такая же, как и в армии Кратен. Единственное, что здесь она, конечно же, сразу идёт у нас на подшипничках. Бокс примерно одинаковый, немного он отличается здесь внешне, но по вместительности он такой же маленький, как и в армии Кратен. Как мы видим, здесь у нас немного спилено ребро вот это вот на стойке аккумулятора, потому что эта модель ездит на огромных аккумуляторах, и ребро это спилили, чтобы сюда аккумуляторы влезали. И бокс, поэтому, друзья, мы здесь по колхозному был пределам. Он в итоге отвалился. Нам нужно будет подумать, как его лучше здесь закрепить, потому что вот на этой стоечке, на родной, он уже здесь не держится. Резьбы уже в отверстиях у этих нет, поэтому придётся что-нибудь придумать, как-нибудь его прикрутить. Значит, друзья, основные отличия по деке у нас это вот это место, место нашего центрального дифференциала. В армии Кратен дифференциал крепится просто на четыре винта. Здесь же у нас есть какая-то их запатентованная фирменная моторама. Вот. И из-за этого, друзья мои, есть отличия вот в этой части у деки. Все остальные отверстия здесь, на мой взгляд, расположены точно так же, как и в армии Кратен. Передняя бабочка, друзья мои, здесь абсолютно одинаковая. Единственное, отличается она тем, что в дюранге у нас регулируется положение верхних рычагов, как и в бабочке, так и вот в этой вот задней штучке у нас здесь стоят пластиковые проставочки. И регулируется положение нижних рычагов. Спереди у нас также все держатели здесь алюминиевые, мощные, в них тоже вставлены пластиковые проставочки. Поэтому на арму Кратен вы можете спокойно поставить бабочку от дюранге, только вам нужно будет купить туда проставочки. Вот. Верхняя плата, друзья мои, здесь пластиковая. На армии Кратен она была алюминиевая. И здесь еще у нас сразу же установлена такая пимпочка, это под баги. Если вдруг кто-то захочет рамку переделать в багу. Вот. Хексы здесь спереди стоят точно такие же, как и сзади, то есть не удлиненные, обычные. Износа приводов, друзья мои, практически нету. Чашки тоже в полном порядке, а это говорит нам о качестве металла. То есть металл здесь хорошего качества. Видим, да, вот немножко у нас здесь только протерлось. Ну, точнее, краска, напыление, это верхняя стеркость. Это у нас трется об амортизатор передний. Вот. Итак, друзья, в принципе, все отличия я назвал. Ну, плата Аккермана здесь тоже алюминиевая. На армии Кратен она просто такого красно-розового цвета. И там у нас всего лишь есть два отверстия для настройки. Здесь у нас три отверстия для настройки нашей рулевой. Разберем сейчас, откроем центральный дифференциал, который, друзья мои, по всей видимости, пустой. Просто послушайте звук. Ничем он не заполнен. Такое ощущение, что там вообще нет никакого масла. И для примера еще откроем с вами задний дифференциал. Тоже посмотрим, возможно, чем-то он будет отличаться у нас от Армакратен. Небольшое отличие есть также еще в тягах передних, в рулевых. У Дюранги тяги толще, у Армакратен тяги немного тоньше идут. Винты из центрального дифференциала выкручиваются очень легко. Такое ощущение, что они просто не были там затянуты. Сейчас вскроем и посмотрим, что же там у нас с маслом. Вся центральная площадка у нас, друзья мои, была полностью грязная. Возможно, что масло из этого дифференциала просто вытекло. Поэтому он и пустой у нас. Также есть небольшой износ на чашки. В Армакратен тоже был небольшой износ на чашки. Итак, вскрываем. Друзья мои, здесь было масло, но оно отсюда все вытекло. Возможно, потому что дифференциал не был затянут. Прокладочка точно такая же. Даже, по-моему, такого же цвета тоже она здесь резиновая идет. Сателлитик почему-то я не могу снять верхний. Не знаю почему. Вижу я под ним, друзья, шайбочку. Здесь у нас подложена шайбочка. В Армикратен шайбочке не было. И отличается у нас получается спур. То есть здесь стоит спур пластиковый. В него вставлена такая железная запрессованная втулочка. На эту втулочку надевается подшипник. И эта втулка удлиненная, за счет чего у нас получается удлиненная чашка. Внутри дифференциала у нас есть крестик такой. И этот крестик у нас пластиковый, друзья мои. Ну, можно было бы сюда и металлический крестик поставить. Вот. Конструкция диффа, в принципе, точно такая же, только здесь у нас сразу идет крестик, а не две вот эти оси, которые друг на другу накладываются. Есть. Снял шестереночку. Итак, друзья, она немного тоньше. То есть вот она тоньше, чем у Армы. У Армана была немножко подплощадь, но здесь под нее подложена шайбочка. И эта шайбочка компенсирует нам всю эту толщину. Сатилитики легенькие. Здесь у нас такое же резиновое уплотнение. Вот такая длиннющая чашка. На чашке, друзья мои, у нас есть небольшие пропилы, но эти пропилы у нас под смазочку. Не очень это все удобно здесь вскрывать. Как-то оно не хочет оттуда высовываться. О, высунули. Так. Ну, там такой же сатилит у нас стоит. То же самое под ним будет металлическая шайбочка, под ней будет резиночка. В принципе, тут уже нечего нам смотреть. Здесь у нас эти штучки пластиковые, друзья мои. В Армикратен они все были металлические. Здесь они пластиковые. На них уже небольшой износик. Есть небольшая проточка. Сатилитики. Шайбочка. Ну, в принципе, все это стандартно. И пластиковый крестик. Вот, друзья мои, пластиковый. В идеале сюда нужно металлический ставить. Три винтика из четырех здесь сорваны. Придется мне сейчас ехать за кругом для бормашинки и спиливать эти винтики. Здесь откручивать их обычный отверт. Друзья, оказывается, недостаточно просто открутить четыре винтика. Дифференциал у нас не хочет доставаться. Ему мешают привода. Вот, поэтому придется еще, наверное, и одно из шаровых выкрутить. Для того, чтобы привод ослабился. И дал возможность вытащить нам наш дифференциал оттуда. Все, есть. И теперь мы с вами можем вытащить дифференциал. Итак, друзья, передний дифференциал здесь с нормальными винтами. Сейчас я его разберу и покажу вам что-то внутри. Вскрываем диффер. Вот здесь у нас есть масло. Все нормально. Так. Сателитики. Сейчас мы их отсюда достанем. Внутри все то же самое. Здесь у нас тоже пластиковые вот эти штучки. Блин, в армии Кратен они были металлические. Вот. И, друзья мои, сейчас я сниму все сателитики. Этот крестик у нас здесь тоже пластиковый. Пластиковый крестик. Который в центральном дифференциале, кстати, уже ломался. В идеале сюда, конечно же, нужно поставить две оси, как в армии Кратен, металлические. Они там хорошие. И вот эти вот штучки, которые здесь у нас пластиковые, я бы тоже сюда поставил металлические. И с той же самой армии Кратен. Возможно, на Дюрангу они продаются как тюнинг, как улучшение уже. Потому что производитель хоть и дает нам китовую модель в максимальном тюнинге, но все равно, друзья мои, даже на китовые шаски производитель еще отдельно выпускает тюнинг для того, чтобы еще немножко с вас высосать денежек. Друзья мои, на этом первую часть про Дюрангу я заканчиваю. Во второй части я все это дело уже отмою. И мы с вами будем собирать. Я надеюсь, что я ответил на все вопросы, которые мне задавали по поводу армии Кратена и Дюранги. То есть, чем они похожи, чем они отличаются. Я постарался вам все это рассказать. По-моему, я ничего не упустил. Если вдруг какие-то моменты, какие-то мелочи я упустил, то во второй части я об этом обязательно скажу. Ставьте лайки, если видео вам понравилось, подписывайтесь на наш канал. Вторая часть будет через пару дней. Всем пока, друзья. Друзья, сорванные винтики я буду высверливать с помощью бормашинки. Вот с гибким приводом у меня есть. И вот такого диска по металлу. То есть, там, где я могу им подлезть, я делаю такую прорезь. И потом обычной отверткой плоской я отсюда винтик этот выкручиваю. В тех местах, где, например, нельзя подлезть бормашинкой. Ну, например, вот потайные винтики у нас. И если здесь их сверлить, то можно еще и деку повредить. То эти винтики я просто высверливаю хорошим качественным сверлом и обычной дрелью. Беру их оттуда и высверливаю. Обязательно, когда пользуетесь бормашинкой, одевайте защитные очки. Если не хотите, поехать в больницу к глазному врачу. Дальше берем обычную плоскую отвертку и выкручиваем наш винтик сорванный. Ну и, соответственно, винтик потом под замену просто новый ставите сюда. Качество винтов в Team Durango и качество шестигранника от компании Traxxas, друзья мои. Вот она. Я сломал свой любимый ключик. Хнык.